Меня зовут Василий Самохвалов. Я работаю ведущим художником старейшего стеклозавода Белоруссии. Вы знаете, я обыкновенный деревенский парень. С Полесья, с Припяти. И когда-то возникла идея, что вот я хочу стать художником. Поехал на попутной машине в Минск, в парусиновых кедах. Я поступил сначала в художественное училище. Пять лет отучился в училище в Торстон имени Глебова. Потом армия. Потом работа по распределению после училища два года. Поступил в академию нашу. Закончил и с тех пор работаю. Вот на заводе уже почти 40 лет. Как и в любой работе, я получаю от заказчика запрос на изготовление некоторого изделия. Чтобы понять, что и как делать, я прежде всего у любого заказчика спрашиваю, как он себе это представляет. Когда я понимаю, что он себе представляет, чтобы не стрелять из пулемета в небо в надежде попасть в воробья, я вот эту задачу от заказчика получаю, чтобы снайперским выстрелом из винтовки сразу снять журавля. Мастера стекла назывались кузнецы стекла. Были кузнецы по металлу, были кузнецы по стеклу. То есть мы кузнецы стекла. Очень интересный материал, очень интересная работа. Потому что в отличие от других материалов прозрачность, текучесть в момент работы, зафиксированная форма, и игра вот этой вот красоты граней нарезанных, она завораживает. Вот я уже сколько на зоне работаю, я прихожу в цехе, я сижу в цеху, как в цирке. Оттуда уйти невозможно. То есть все время видишь что-то новое и забавное. И люди красивые, и красиво работают. Когда я вижу, что у людей на столе, в серванте, в момент, ну, в основном, выпивания или салата, накладывания, стоит изделие, которое когда-то мы придуманы. Не то чтобы гордость, а, знаете, приятно. Приятно, что люди пользуются продуктом твоего творчества, труда. Приятно, весьма. Ну, а что касается сколько, трудно подсчитать, но вот лично у меня года два-три назад подсчитывали, более полутора тысячи были отработаны. Мы делаем, конечно, хрустальную стеклянную посуду, в основном, для вечернего стола. Но если вы начнете утро с хрустальной стеклянной посуды, тоже неплохо. Я люблю свою работу, потому что она делает утро страны добрыми.